Министерство ЖКХ Беларуси запустило пилотный проект с новыми подходами к модернизации жилого фонда. Его уже окрестили капитальными трендами. Дело в том, что сроки капремонта домов планируют сократить втрое. Не пострадает ли качество? Проект уже запущен в столице и областях. При этом коммунальные службы одного из районов Минска и вовсе устроили из этого строительное реалити-шоу. На нескольких объектах установили камеры наблюдения и жильцы могут круглосуточно в режиме онлайн наблюдать, как идет ремонт, расходуется материал. Надежда Сербиненко продолжит. Представьте, 76-го года ни разу ремонта никогда не было. За 42 года с момента постройки в девятиэтажке Паракасовского износилось практически все. Под замену кровля, окна, водопроводные трубы, электрические сети. К временным неудобствам жильцы дома относятся философски. Ведь ремонт стал по-настоящему долгожданным. Строители обещают покинуть объект в срок и закончить все до июня. Но соблюдение дедлайна во многом зависит и от самих жильцов. Некоторые работы нужно проводить непосредственно в квартирах. А их хозяева не всегда идут навстречу строителям. Если все полностью зайти и оперативно делать в течение трех дней, оптимально. Но это дело в том, что зависит еще от предоставления доступа. Не всегда в квартире жилец может находиться в течение трех полноценных дней. При этом затягивание сроков капитального ремонта самих жильцов волнует в первую очередь. Норматив проведения модернизации для, допустим, пятиэтажного дома – от трех до пяти месяцев. Чем больше здания, тем дольше ведутся работы. Но порой с поставленными объемами не справляются подрядные организации. Причин может быть много. Новый подход к мониторингу качества капремонта внедрил один из районов Минска. Как проходит капитальный ремонт, теперь жители заводского района Минска могут увидеть, даже не выходя из квартиры или находясь в отпуске. Следить за ходом строительных работ теперь можно в режиме онлайн. Найти ссылку на видеотрансляцию можно на сайте ЖКХ района. И с помощью смартфона или компьютера увидеть свой дом и какие работы там сейчас ведутся, можно 24 часа в сутки. Мы понимаем, что это дисциплинирует подрядную организацию и информирует жителей. Основная цель какова? Повысить качество работ и ускорить проведение капитального ремонта. Также мы по каждому дому завели чаты. И любой гражданин может сфотографировать ту или иную недоделку, ту или иную проблему и отправить в мессенджер чат. Пока камеры установлены на семи домах, где сейчас идет капремонт. В будущем виртуальное наблюдение появится на всех стройплощадках района. А где вы такое подсмотрели, где увидели? Ну это у меня идея возникла, скажем так, потому что еще будучи главным инженером, я не успевал на все объекты посещать их так часто, как хотелось бы. А здесь я, находясь в кабинете, работаю в кабинете с документами, или главный инженер, который сейчас ведет направление, он наблюдает за объектом. Он и там, и здесь находится. Многие строительные и коммунальные ноу-хау первыми появляются в Минске. Это и реформа ЖКХ, мобильное приложение 115 Бел, хаус-мастера и эксперимент с привлечением средств жильцов на тепловую модернизацию дома. Впервые в столице провели и капитальный ремонт в экспресс-режиме. Тот случай, когда заранее проводится вся подготовка к ремонту. А основные работы занимают всего месяц. Как нам рассказали в министерстве ЖКХ, эксперимент, который проводился летом, признан успешным. На примере города Минска мы проводили эксперимент, капремонт за месяц. На практике показывали всем областным центрам, всем руководителям областных организаций ЖКХ, показывали механизм реализации вот таких работ. Как показал эксперимент в один месяц. Очень важное значение имеет только организация проведения работы. Пока в каждой области определены несколько домов, которые подпадут под экспресс-обновление. Если эксперимент окажется удачным, такая практика станет повсеместной. Надежда Сербиненко, Юрий Тиханович, агентство теленовостей.